16 клинических задач по УЗИ для урологов ССК, что расшифровывается как скоропомощные стационарные комплексы, это часть новой образовательной инициативы, назовем это так, которая появилась совсем недавно. Дело в том, что в Москве открываются 6 принципиально новых центров по оказанию экстренной медицинской помощи. И в недрах Департамента здравоохранения города Москвы родилась прекрасная и крайне своевременная идея обучить урологов ультразвуку, для того, чтобы они могли самостоятельно выполнять УЗИ при обследовании пациентов в этих самых комплексах. При этом речь шла о молодых специалистах, которые только начинают работать самостоятельно. Поскольку в течение уже нескольких лет я читаю цикл лекций «Ультразвук в руках уролога», меня попросили, и я должен сказать, что для меня это, конечно же, огромная честь, попросили разработать программу по обучению урологов, которые будут работать в СССР ультразвуку. Поскольку первые опыты, первые занятия оказались крайне успешными и крайне интересными, было принято решение расширить аудиторию и пригласить на эту учебу всех урологов-стационаров города Москвы. Эта программа, по сути, является однодневным мероприятием, и цель ее состоит не столько в том, чтобы обучить выполнению ультразвука, поскольку Москва в этом смысле весьма обеспеченный город, и большинство урологов-стационаров, конечно же, владеют ультразвуком. Поэтому задача была не обучить, а скорее обобщить опыт и расставить акценты. Программа эта состоит из трех частей. Первая и основная часть – это презентация продолжительностью около 3-4 часов. По сути, это такая большая длинная лекция. Вторая часть – это обучение на симуляторах. В кадровом центре Департамента здравоохранения есть уникальное оборудование, в частности, вот такой симулятор с обратной связью, с возможностью изучать самые различные заболевания мочеплового тракта. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору задач, я бы хотел сказать, что речь в этом видео идет о клиническом ультразвуке. О клиническом ультразвуке, то есть о выполнении УЗИ узким специалистом, ну вот в нашем случае урологом. И возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, разница между врачом УЗИ и врачом-урологом в данном контексте? На самом деле эта разница принципиальна. Посмотрите на этот слайд. Вы видите, что внешняя работа этих врачей выглядит абсолютно одинаково. Одинаково врачи, одинаково халат, одинаковые пациенты. Хотя на самом деле перед этими специалистами стоят принципиально разные задачи. Врач УЗИ делает, что он описывает заданную ему анатомическую область, составляет протокол и прощается с этим пациентом. Врач-уролог по результатам ультразвукового исследования должен принять решение о дальнейшей судьбе пациента. Что с ним делать? При этом уролог сначала осматривает пациента, он анализирует жалобы, анамнез, и у него уже в большинстве случаев сформировалось представление о возможном диагнозе. Поэтому в начале ультразвукового исследования, как правило, он решает какой-то бинарный вопрос. Да или нет. А не просто описывает ультразвуковую картину. То есть таким образом УЗИ – это поиск ожидаемого, а не исследование, которое проводится по какой-то определенной схеме. Это всегда произвольная программа, как в фигурном катании. И по сути УЗИ в руках уролога становится финальной частью первичного осмотра. И в этом принципиальная разница между врачом УЗИ и врачом-урологом. В представленных задачах я постараюсь изучить, смоделировать процесс принятия решения в конкретных клинических ситуациях и показать, как УЗИ позволяет, ну вернее сказать, не позволяет, а помогает поставить правильный диагноз. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к задачам. Пациент номер один. Мужчина, 35 лет. В течение трех суток беспокоит боли в правом яичке, учащенная болезненная мочеспускание, боли внизу живота, повышение температуры до 37,7. При осмотре в правой половине мошонки пальпируется резко болезненное объемное образование, яичко-предаток четко не дифференцируются. Ну, предположительный диагноз и цель УЗИ. Очевидно, что, скорее всего, речь идет об остром эпидемите, но мы не должны забывать и о возможности перекрута яичка, поэтому прежде всего мы должны оценить состояние придатка яичка, его размера, их агенность. Посмотреть для исключения перекрута кровоток в яичке, это занимает буквально 2-3 секунды, и посмотреть, нет ли в яичке, что бывает крайне редко, и самое главное в придатке, а в аскулярных зон, то есть зон сформировавшегося или формирующегося абсцесса придатка. На изображениях, на изображении слева, мы видим, что кровоток в яичке сохранен таким образом, мы можем исключить перекрут яичка, и затем, сосредоточившись на придатке, мы видим, что есть усиление кровотока, связанное с воспалением, и при этом отсутствует аваскулярная зона, то есть абсцесса придатка мы не обнаруживаем. Пациент номер два. Мужчина 45 лет. В течение трех суток беспокоит незначительные боли в поясничной области справа, учащенные болезненные мучьи спускания малыми порциями, боли внизу живота, боли в правом яичке. Ранее лечился по поводу хронического простатита, моча не изменена. При осмотре пальпация области правой почки умеренно болезненная, пальпация органов мошонки безболезненная, простата умеренно болезненная при пальпации. Мы предполагаем, что подобная клиника может быть связана либо с почечной коликой справа, либо с обострением хронического простатита. Нужно сказать, что эти два состояния, они очень похожи по клиническим проявлениям, и, к счастью для нас, лечатся они тоже практически одинаково. Но для того, чтобы нам все-таки поставить диагноз правильно, мы должны что сделать? Во-первых, оценить состояние чашно-луханочной системы почек, посмотреть мочеточниковые выбросы, даже если у нас нет расширения, оценить состояние интермурального отдела мочеточника, поскольку наиболее часто камни застревают именно в этом отделе, в интермуральном отделе мочеточника, и могут находиться там несколько дней, а, к сожалению, иногда и несколько недель. Кроме того, мы можем оценить, раз уж у нас пациент указывает на то, что он ранее лечился от хронического простатита, оценить объем простаты, посмотреть выраженность фиброза, ну и на всякий случай проверить наличие остаточной мочи. И при исследовании мы видим выраженное расширение собирательной системы правой почки, и в области устья мочеточника мы с вами видим камень. Здесь нужно сказать, что если мы говорим всегда, что минимальный размер камня, который можно увидеть на УЗИ, это 5 мм, то при такой локализации камней, при соответствующей клинике, мы можем увидеть камни и меньшего размера. Иногда это очень небольшое образование, около 1-2 мм, которое, тем не менее, застревает в интермуральном отделе. Тогда мы можем предположить, что есть камень мочеточника, во-первых, по клинике, во-вторых, по расширению мочеточника до определенной точки. Нужно отметить, что, наверное, это самая благоприятная ситуация для уролога, когда мы буквально одним движением датчика и буквально за несколько секунд можем и поставить диагноз нашему пациенту, и обнадежить его, что, в общем-то, камень практически на выходе, ему осталось чуть-чуть нашему пациенту потерпеть, и вот-вот он выйдет со всем мочевой пузырь, а дальше уже и наружу. Пациент номер три. Женщина 66 лет. Год назад перенесла коронарографию, стентирование коронарных артерий, постоянно принимает ксорелта, периодически отмечает появление примеси крови в моче. Десять дней назад при УЗИ было выявлено неправильной формы образования на дне мочевого пузыря, предположительно сгусток. В течение последней недели примеси крови в моче не отмечала. Что мы можем здесь предполагать? Ну, во-первых, возможной причиной гематурии является прием антикоагулянтов, и надо сказать, что за последние 20 лет количество пациентов, которые постоянно принимают подобные препараты, оно многократно увеличилось, поэтому мы все чаще и чаще встречаемся со случаями макрогематурии, которые обусловлены приемом антиагрегантов, антикоагулянтов, и нужно обязательно пациентов спрашивать, не принимают ли они какие-то препараты, которые могли спровоцировать кровотечение. Ну, и, естественно, второй повод для появления крови – это наличие опухоли мочевого пузыря. Поэтому мы должны посмотреть, поскольку время прошло, сохранился ли сгусток, если, так сказать, это образование исчезло, то, значит, это был сгусток, который реализировался за то время, за те 10 дней, которые прошли вот с момента последнего УЗИ исследования. И на снимках мы видим с вами образование мочевого пузыря, да, расположенное в области устья левого мочеточника, и при использовании доплера мы видим, что в этом образовании присутствует кровоток. Таким образом мы можем сделать вывод, что в данном случае мы имеем дело с опухолью мочевого пузыря. Пациент номер 4. Юноша 16 лет. Ночью появились боли в левой половине мошонки, учащенная мочеиспускание, боли внизу живота. Накануне состояние здоровья нареканий не вызывало. При осмотре в левой половине мошонки пальпируется резко болезненное яичко, отмечается увеличение этой самой левой половины мошонки. Что может быть причиной появления таких жалоб? Во-первых, это перекрут яичка, острый эпидемид и перекрут привеска. Ну и первое, что мы должны сделать, это оценить кровоток в паренхемии яичка. Если кровоток сохранен, соответственно, перекрута яичка у нас нет. Острый эпидемид будет сопровождаться усилением кровотока, и если у нас прошло всего несколько часов с момента начала заболевания, конечно же никаких абсцессов в придатке мы не увидим. Ну и, соответственно, перекрут привеска, если мы находим какую-то болезненную одну точку, можем посмотреть, нет ли такого гипоэхогенного отечественного образования с отсутствием кровотока. Хотя нужно сказать, что и перекрут яичка, и перекрут привеска встречаются крайне редко, особенно у пациентов, уже, так сказать, вышедших из пубертатного возраста. Ну и на УЗИ мы здесь с вами видим, что в паренхимии яичка кровотока отсутствует. Это однозначно свидетельствует о том, что мы имеем дело с перекрутом яичка. Этого пациента надо как можно скорее брать в операционную для деторсии. Да, нужно сказать еще, что при выполнении деторсии и орхопексии обязательно нужно фиксировать оба яичка, поскольку вот эта вот деформация по типу языка колокола, которая обусловлена отсутствием направляющей связки яичка, она, как правило, двусторонняя. Поэтому желательно об этом помнить и оперировать, и выполнять орхопексию с обеих сторон. Пациент номер пять. Мужчина 25 лет, доставлен после ДТП пассажир автомобиля. Он бледен, беспокоен, давление понижено, 110 на 60, при этом пульс 110, пальпация живота безболезненная, моча визуально без примеси крови. Ну, какой здесь предположительный диагноз? Естественно, если мы видим нестабильную гемодинамику, мы предполагаем кровотечение. Это может быть внутрибрюшное кровотечение, либо это может быть забрюшенная гематома. Цель нашего исследования оценить, нет ли жидкости в гепатеринальном и спленоринальном карманах. Ну и в данном случае мы с вами видим, что в пространстве Моррисона находится полоска анахогенной жидкости, это кровь. Здесь нужно сказать, что два момента. Во-первых, кровотечение может нарастать, поэтому есть смысл таких пациентов смотреть в динамике, спустя там полчаса, час. И во-вторых, мы должны понимать, что если с момента травмы прошло достаточно много времени, то эта кровь, она сворачивается и, соответственно, сгустки они уже будут представлять собой ихогенные образования, которые не так-то легко выявить. Об этом нужно помнить. Пациент номер 6. Мужчина с 45 лет, в анамнезе мочекаменной болезни неоднократно отходили камни с обеих сторон, две недели назад имела место почечный колик и справа, при УЗИ был выявлен камень устья правого мочеточника 6 мм и назначена камнеизгоняющая терапия. Вчера утром пациент отметил резкое ухудшение струи мочи, при этом боли в поясничной области последние три дня не повторялись. Ну, какой предположительный диагноз? Во-первых, конечно же, если у нас есть затруднённое мочеиспускание, мы можем предполагать наличие хронического простатита, может быть, может быть, подумать о наличии структуры уретра, но наиболее очевидная причина такого резкого ухудшения мочеиспускания это, конечно же, камень уретра, то есть тот самый камень, который у нас шёл по мочеточнику и вышел мочевой пузырь, может стать причиной вот такого внезапно наступившего затруднённого мочеиспускания. Поэтому мы должны, во-первых, оценить, вышел ли камень из мочеточника, то есть посмотреть состояние чашного-ханочной системы, определиться с зоной интермуральных отделов мочеточников, посмотреть мочеточников выбросы, насколько они ритмичны и одинаковы, возможно посмотреть остаточную мочу, но самое главное, мы должны и прежде всего это исключить камень уретра, то есть провести исследование вдоль всего мочеиспускательного канала. Ну и на этом снимке мы с вами видим, что действительно да, это камень уретры, который вышел из мочевого пузыря и задержался в мочеиспускательном канале. Пациент номер 7. Мужчина 85 лет, доставлен на сидячей коляске с жалобами на одышку, чувство нехватки воздуха, выражены отёки живота, нижних конечностей, значительное увеличение мошонки в размерах, уменьшение количества мочи в течение последних трёх суток. Ну о чём мы здесь можем подумать? Ну во-первых, конечно же, возможно задержка мочи и постренальная острая почечная недостаточность. Такие пациенты к нам с вами попадают. Это может быть либо острая задержка мочи, либо хроническая задержка мочи. Возможно увеличение мошонки связано с водянкой гидроцелли. Ну и наиболее вероятность в такой ситуации причина увеличения мошонки в размерах это, конечно же, аносарка, то есть застойная сердечная недостаточность. Поэтому при УЗИ мы с вами должны оценить, во-первых, нет ли задержки мочи, то есть есть ли остаточная моча, во-вторых, посмотреть, нет ли расширения верхних мочевых путей, ну и посмотреть, нет ли водянки или отёка кожи мошонки. Ну и в данном случае на изображениях мы с вами видим выраженный отёк кожи мошонки и совершенно незначимое количество жидкости в оболочках яичка. То есть таким образом это пациент с застойной сердечной недостаточностью, у которого нет нарушения оттока мочи ни из почек, ни из мочевого пузыря. Пациент номер восемь, мужчина 24 лет, обратился из-за выявленного случайного уплотнения в левом яичке, как он это описывает. Пальпация образования безболезненна, других жалоб нет, к ролгу ранее не обращался. Ну, прежде всего, конечно же, мы можем подумать о кисте придатка, поскольку кисты придатка встречаются примерно у 70-80 даже процентов наших пациентов, но при этом мы не должны забывать и о возможности выявления опухоли яичка. И на данном изображении мы с вами видим, что в паренхемии яичка есть такое гипоэхогенное округлое образование диаметром около полутора сантиметров. Так что в данном случае пациент при убдительности мы с вами обнаружили опухоль на относительно ранней стадии. Пациент номер 9. Мужчина 19 лет обеспокоен увеличением мошонки в размерах преумущественно за счет левой половины других жалоб нет. Какой здесь предположительный диагноз? Возможно наличие варикоцели или опять же что маловероятно это наличие опухоли яичка. Варикоцели так же как и кисты придатков встречаются очень часто примерно 15% мужчин можно выявить варикоцели поэтому при УЗИ мы должны во-первых оценить состояние яичка исключить опухоль это несложно во-вторых оценить нет ли расширения вен граздевидного сплетения при этом мы должны понимать что нормы это где-то 2-2,5 или 3 мм в зависимости от того какое руководство мы с вами откроем и при наличии расширения вен мы должны оценить как меняется кровоток и меняется ли кровоток при проведении пробы вальсальвы кроме того мы можем оценить состояние придатков и в итоге нашего исследования мы видим что вены граздевидного сплетения расширены примерно до 3,5 мм и при определении кровотока при выполнении пробы вальсальвы мы видим что кровоток в момент проведения пробы вальсальвы меняется на противоположный и длительность этого ретроградного кровотока она продолжительна то есть это больше чем 1,5-2 секунды что является обязательным условием для постановки диагноза варикоцеля так как мы помним что есть и физиологический рефлюкс который обычно составляет 1 или 1,5 секунды а затем кровоток у нас прекращается в венах граздевидного сплетения и так еще раз повторюсь для диагностики наиболее распространенного гемодинамического типа варикоцеля я имею ввиду рено-сперматический тип необходимо два условия во-первых мы должны определить расширенные вены граздевидного сплетения диаметром не менее 2 мм и во-вторых мы должны на высоте пробы вальсалева определять продолжительный то есть более 1,5-2 секунд ретроградный кровоток пациент номер 10 мужчина 55 лет периодически беспокоит боль в спине обратился в связи с подозрением на мочекаминную болезнь ну в связи с уже так сказать относительно солидным возрастом решил провериться все ли в порядке с почками имеет право и таких пациентов у нас немало что мы должны сделать ну прежде всего оценить состояние почек и ответить на его вопрос нет ли там камней вот при УЗИ мы камней не обнаруживаем но зато обнаружим вот такую достаточно большую кисту в правой почке в верхнем полюсе киста это имеет все признаки простой кисты то есть анахогенные содержимые округлая форма неопределяемая капсула и мы должны пациенту успокоить объяснить что это возрастные изменения которые встречаются у большинства людей в его возрасте никакой опасности для жизни и здоровья такая киста не представляет и оперативное лечение требуется крайне редко пациент номер 11 женщина 60 лет обратилась в связи с незначительной длительно существующей дизурией микрогематурией предположительный диагноз ну конечно же хронический цистит в менопаузе и нужно сказать что подавляющее большинство женщин с циститом которые обращаются к нам к урологам это женщины в постменопаузе может быть гематурия выявляемая связана с приемом антикоагулянтов об этом мы тоже должны помнить может быть причиной появления крови мочек аминоболезнь естественно опухоль почки ну или опухоль мочевого пузыря вот поэтому мы должны во первых для того чтобы понять насколько мы эффективно можем лечить цистит оценить остаточную мочу это важный момент для женщины в 60 лет посмотреть нет ли образования в мочевом пузыре поскольку мы прежде всего думаем о мочевом пузыре и оцестите в такой ситуации ну и также оценить состояние почек верхних мочевых путей ну и в мочевом пузыре ничего мы необычного не обнаруживаем а вот в левой почке мы обнаруживаем вполне так сказать хорошо различимое объемное образование около двух сантиметров да находится оно по ребру почки на границе верхней и средней трети вот скорее всего это образование не является причиной микрогематурии а является случайной находкой вот но в любом случае она требует уже дальнейшей диагностики и лечения пациент номер 12 женщина 25 лет в течение последних трех лет периодически беспокоит дезурия отхождение песка как она это называет ранее никогда не обследовалась в анализе мочи мы видим лейкоцитурию конечно же наиболее вероятный диагноз такой ситуации это цистит но мы не должны забывать о том что может быть и камень мочеточника с аналогичной симптоматикой поэтому наша задача оценить состояние мочевого пузыря оценить состояние почек и верхних мочевых путей предполагая что скорее всего с вероятностью 99% никаких отклонений от нормы мы не обнаружим и так в почках мы не находим никаких отклонений а при УЗИ мочевого пузыря мы видим вот такую очень ну для начинающих урологов необычную кольцевидную структуру с тонкими стенками похожую на кисту почки только располагающиеся в области устья в данном случае левого мочеточника это уротероцелли такое вот грыжевидное выпячивание слизистой мочеточника которое как правило для наших взрослых пациентов никакой опасности не представляет является случайной находкой и никакого отношения к жалобам нашей пациентки не имеет почему я говорю про взрослых людей потому что как правило если уротероцели связаны с нарушением оттока мочи как правило этих пациентов оперируют еще в детстве при этом нужно сказать что нередко уротероцели впервые обнаруживают и в 40 и в 50 лет и связано это с тем что можно увидеть уротероцели только в момент прохождения порции мочи когда моча не проходит уротероцели находится в спавшемся состоянии и скорее всего будет пропущена при УЗИ поэтому нередко приходится уже достаточно солидного возраста женщин убеждать в том что это врожденная аномалия развития что в течение многих лет когда делали УЗИ это образование просто не находили но оно уже было пациент номер 13 женщина 28 лет в течение полугода периодически беспокоит выделение из пупка с неприятным запахом водянистые раздражения кожи и зуд ну тут может быть две причины во-первых это нагноение кисты урахуса во-вторых это амфолит то есть банальное воспаление кожи пупка это заболевание которое достаточно я имею ввиду кисту урахуса сложно выявить потому что как правило жидкость которая выходит она выходит из полости которая порожняется но если нам с вами повезет то мы можем увидеть вот такое подкожно расположенное жидкостное образование как вот здесь показано это вот киста урахуса с нагноением таких пациентов как правило мы направляем на дополнительное обследование на компьютерную томографию с контрастированием пациент номер 14 женщина 55 лет дважды рожавшая в течение последних трех лет отмечает существенное ослабление струи мочи периодически раз в 2-3 месяца беспокоит дезурия ранее не обследовалась в общем анализе мочи лейкоцитурия ну о чем мы здесь можем подумать ну во-первых конечно же о хроническом цистите который в таком возрасте встречается практически у 100% наших пациенток во-вторых мы должны исключить задержку мочи потому что может быть после двух родов опущения передней стенки влагалища и возможно задержка мочи камень мочевого пузыря нужно исключить также хотя это гораздо более редкая патология камень мочеточника который сопровождается такими же жалобами ну возможно даже опухоль мочевого пузыря поэтому при УЗИ во-первых мы должны не забывать и обязательно проверять остаточную мочевых таких пациентов ну оценить состояние мочевого пузыря оценить состояние почек и верхних мочевых путей и соответственно при УЗИ мы не находим никаких отклонений в почках нет расширения собирательной системы зато по средней линии в области верхушки мочевого пузыря мы находим вот такое необычное похожее на кисту образования которая действительно является кистой урахуса в стенке мочевого пузыря это редкая аномалия но она не имеет никакого клинического значения она никоим образом не сказывается на характере мочевого спускания и является случайной находкой не требующей какого-либо вмешательства пациент номер 15 мужчина 55 лет обратился из-за жалоб на боли внизу живота учащенная не уступающая альфа-блокатором мочеиспускания изредка примет крови в моче данная симптоматика сохраняется в течение длительного времени к урологам ранее никогда не обращался курит ну о чем можно сразу подумать конечно же о том что когда наш пациент курильщик да вероятность рака мочевого пузыря она многократно возрастает поэтому сразу у нас должна быть настороженность в плане опухоли мочевого пузыря кроме того 55 лет мужчине мы должны оценить размеры простаты потому что скорее всего у него же есть аденома простаты кроме того мы помним что камни мочевого пузыря и камни мочеточника также могут вызывать учащенные болезненные мочеиспускания и естественно альфаблокатор в такой ситуации никакого лечебного эффекта не дадут ну и собственно говоря на УЗИ мы с вами находим в полости мочевого пузыря вот такой замечательный камень это пациент который буквально на днях у меня был вот поэтому нужно удалять этот камень и надеяться что этого будет достаточно для того чтобы ушли беспокоящие нашего пациента симптомы пациент номер 16 мужчина 22 лет обеспокоен некоторым увеличением с его точки зрения мошонки в размерах преимущественно за счет левой половины тянущие ощущения в левой половине мошонки ну какой здесь предположительно диагноз вообще нужно сказать что боли в мошонке это очень распространенное явление это очень частые жалобы и в подавляющем большинстве случаев эти боли связаны с наличием хронического воспаления то есть хронического простатита иногда эти боли ирадиирующие когда придаток при пальпации безболезненный иногда эти боли связаны с наличием хронического эпидемита и в такой ситуации у нас пальпация придатка будет болезненная здесь есть некоторая ментальная такая ловушка потому что нередко Пациент обращается в связи с болями в мошонке, выполняется УЗИ, обнаруживают либо кисты придатка, причем иногда мизерного размера, 4-3 мм, либо обнаруживают варикоцелли, то и другое встречается часто, и направляют пациента в больницу на операцию, объясняя этими находками наличие болевых ощущений. Хотя надо сказать, что сами по себе кисты придатка, так же как и варикоцелли, никогда болевых ощущений не дают, это просто очень распространенные состояния, которые по сути можно считать даже не болезнями, а вариантами нормы. Поэтому в такой ситуации мы должны, во-первых, оценить состояние яичка, исключить опухоль яичка, мало ли почему у него оно увеличено с его точки зрения, посмотреть кровоток в яичке, определить, есть ли расширение вен грозди видного сплетения, и как меняется кровоток в этих венах, если они расширены при выполнении пробы вальсальва. Ну и кроме того, оценить состояние простаты, да, возможно, что вот эти неприятные ощущения, они связаны с простатитом. При УЗИ мы видим, что размеры и структура простаты не изменены, структура яичка так же в норме, но мы видим в левой половине мошонки варикозно расширенные вены, более, так сказать, 3 мм они в диаметре, как здесь видно, но при этом мы видим, что в них регистрируется низкоскоростной ток крови, и при выполнении пробы вальсальва никаких изменений не происходит. То есть этот кровоток при напряжении передней брюшной стенки никак не меняется. Ну, естественно, мы должны убедиться, что пациент правильно понимает, как он должен выполнять эту пробу вальсальву, поэтому есть смысл уточнить, что он делает и как он напрягает живот. Если он все делает правильно, то, скорее всего, мы имеем дело с синдромом Мэй Тернера. Синдром Мэй Тернера – это причина более редкого варианта варикоцели, так называемая иллиосперматическая варианта варикоцели, и связана она с давлением общей левой подвздошной вены, правой подвздошной артерии. Это относительно редкое состояние, которое может сопровождаться болями в ноге, отеком левой ноги, появлением варикозного расширения вен на левой ноге, и таких пациентов есть смысл направлять на магнитно-резонансную ангиографию для подтверждения вот этого диагноза, и, естественно, оперировать таких пациентов в традиционном способе, выполняя перевязку яичков вены, не нужно, потому что это только ухудшит их состояние. При необходимости коррекции синдрома Мэй Тернера выполняется стентирование общей подвздошной вены. Благодарю за внимание и очень надеюсь, что разобранные задачи помогут вам лучше лечить ваших пациентов.